В Сардинии у меня другая логика, все что-то я не поняла Всем привет, меня зовут Мила и я рада видеть вас на моем канале, приглашаю вас на Сардинию Смотрите дальше Вот несмотря на столь ранней части, почему-то бодрая и весела, хотя спала, наверное, часа четыре Вот не смотрите то, что я вся в блеске, потому что я перед полетами всегда наношу масло на лицо, чтобы ничего не сохлось, поэтому немного блестит Пока мы ждем вылет, хочу рассказать вам о том, что в аэропорту Верона, и это часто достаточно вопрос, есть так называемый дьюти-фри, но цены там далеко не дьюти-фри И, конечно, есть отдел с вином, но сразу вас предупреждаю, что лучше приобретать вино в Вероне, либо на озере Гарден, ну или как бы вне стены аэропорта Потому что здесь цены в два, а порой даже в три раза выше, чем в простом магазине Вот, также вы можете купить здесь какие-то сувениры, например, что-то из традиционных продуктов есть даже, сыры и мясные великотесы в вакуумной упаковке Но тоже будьте готовы к тому, что это будет стоить недешево Вот, поэтому я ответила на один из самых распространенных вопросов о том, есть ли возможность в аэропорту Верона купить вино, сыр и мясные деликатесы Есть, но придется немножко раскошелиться Ну а мы ждем наш вылет в Калере Вот это сервис от компании Волоте Нас провезли буквально два метра через дорогу к самолету Не смейся Вот так Час в пути, и мы на Сардинии На часах 8 часов утра И, наверное, мы сейчас поедем куда-то позавтракать И, к счастью, здесь светит солнце, потому что мы очень боимся, что будут дожди Потому что по всем прогнозам погода не жалует Мы идем забирать машину, которую взяли в аренду Три дня 65 евро Сисили Байкар Называется эта компания Но самое смешное, что мы летели час И стояли, получали машину тоже час Это, конечно, забавно Будет у нас Citroen C3 Надеюсь, это так произносится по-русски Вот, ну что, поехали Начинается наше путешествие Нас написано по Сардинии Поскольку наши планы очень сильно меняют погодные условия Поэтому мы ездим в поисках солнца Сейчас мчим на остров Сан-Комскияло И он соединен с Сардинией Таким перешейком Вот, сейчас вам покажу Это один из пляжей острова Называется Калалунга Еще здесь такой запах серого водорода Очень напоминает, когда вы въезжаете в Сирмионы И там есть термы И вот прям очень напоминает Ну а мы поехали дальше Искать пляж, который понравится Филиппу Ну симпатично, такая дорожка Надеюсь, что мы сейчас выйдем из-за угла А там вау Вроде бы вау, смотрите, вдалеке Сейчас точно посмотрим Смотрите, какая красота В общем, не поехали мы на угольную шахту Но, если честно, я очень хочу спать И плюс мы решили, что прогнозы вроде бы завтра и послезавтра будут дожди Поэтому надо успеть насладиться немножко пляжем Особенно Филиппа очень любит такой отдых Поэтому мы приехали на еще один пляж Ну и, если честно, конечно, не сравнится с тем, на котором мы были до этого И вообще остров, конечно Я забыла его опять название Я его напишу внизу Прекрасеный Если вы приедете на Сардинию В Айл-галери Обязательно заедете туда Очень милые места Очень зелено, красиво Хорошие пляжи И, кстати, сегодня 19 сентября И людей вообще нет Мы просто удивились И причем мы с ужасом представляем, что творится здесь И вообще на соседних островах В июле и в августе И какая разница сейчас, что вообще никого нет Поэтому знайте Ну, я надеюсь, что завтра все-таки погода изменится И не будет дождей Потому что не очень хочется У нас всего два дня на Сардинию Хотелось бы как-то и пляжи посмотреть Потому что здесь, в этой зоне, одни из самых красивых вообще в мире Как я читала Рассматриваю Без чего я не обхожусь на пляже Обязательно книга В этот раз в имя Вуччи Это мемуары дочери Выбирали ее всем инстаграмом Очень хорошая, мне нравится Вы же видите Практически по виду почитала Видим в Билла Симюз Где у нас находится отель Я сейчас вам покажу От чего мы сегодня убежали Сбежали И, к счастью, насладились солнцем, морем Красивыми видами И это, конечно, огромный плюс В пользу того, что нужно Побрать на прокат машину Тогда вы сможете Очень оперативно менять свои планы Как это мы сделали Смотрите дальше Какая погода нас ждет Мы заселились в отель Заселились, хотя это слово терпеть не могу И сейчас идем на ужин Кстати, место очень классное Мы не пожалели, что Послушали одного повара Он родом в Сардинии Но работает и живет в Швейцарии Мы его случайно встретили В самолете, когда летели обратно С Тенерифа в Италию И, в общем, он нам сказал Будете на Сардинии Обязательно едьте в Вилла Симеус Так всегда в хороших ресторанах в Италии Либо резерв на неделю вперед Либо стоять в очереди полтора часа Либо приходить к открытию Вот так мы не попали Значит, завтра пойдем к открытию Потому что это единственный ресторан Вилла Симеус С отличными отзывами Которые советуют все И в который всегда стоит очередь И бронь на неделю вперед Вот У вас была идея, какие сяды На Сардинии Принесли нам закуску Это все рыба Вот, вот, 16 евро стоит Я знаю, что вы просите всегда цель Это наше первое блюдо Какой-то особый вид пасты Которые делают ручную То есть, так, пасту фересико Место для продуктов Вот, вот, пельца, это батарка Но у меня моя любимая прайва Поэтому будете на Сардинии Обязательно заказывать прайвов День второй Мы проснулись И позавтракали Пошли на пляж Идти нам буквально один километр От нашего отеля Поэтому покажу вам Надеюсь, что оно очень красиво Мне безумно нравится Стоимость покупок на Сардинии Первая часть 1 евро Все последующие по 2 евро Не знаю, почему Но у меня всегда была такая логика Что сначала платишь больше А потом платишь меньше Но на Сардинии Немного другая логика Которая тоже имеет место быть Поэтому, знаете Первая часть 1 евро Последующие по 2 евро Вот так Белла Вита на Сардинии Вот такой красивый пиаж Вилла Симеус Вещь, которую я не поняла И которая меня очень сильно разозлила Что здесь нет кабина Где можно переодеться Это вообще как? Буду сидеть В футболке В юбке А что делать? Вот такая вот Сардиния А зато покупка стоит 5 евро Наш обед на Сардинии Я бы заказал всем пиво И вот такой фритюр Из марпродуктов Наш второй вечер на Сардинии Вилла Симеус Мы, конечно, решили вновь попробовать Попытать удачу И попасть в этот ресторан Куда стоит очередь Но чувствую, что мы опять не попадем Вот Поэтому посмотрим, где мы сегодня окажемся Потому что вчера мы оказались там Где подавали холодную пасту А счет был Приличненький Кажется, мы попадем По моему довольному лицу Вы понимаете, что мы это сделали Мы сюда попали И сидим в саду Я заказала спагетти То, что заказал Филипп Вы уже не видите Потому что он это съел Сейчас я вам покажу Результаты жизнедеятельности Некоторых людей Я надеюсь, что никто из вас Не причастен к этому И на самом деле Те вопросы, которые сейчас многие поднимают О том, как важно Не мусорить Как важно заниматься Разделением мусорных отходов И так далее Сейчас я вам покажу, почему эти вопросы Все больше и больше поднимаются И просто очень вас прошу Никогда не делайте так Если вам кажется, что это просто обочина дороги То вы ошибаетесь Вот так Вот так Поэтому каждый раз, когда вы хотите выбросить бумажку Из окна машины Подумайте, где она окажется Ну а мы поехали дальше Кстати, пользуясь случаем Хочу рассказать вам одну очень важную вещь Особенно это касается тех Кто любит привозить с собой в подарок С пляжного отдыха Например, камушки, ракушки, песочек И так далее Так вот, ребят Будьте предельно внимательны Никогда этого не делайте на Сардинии Потому что на Сардинии Это запрещено законом Вывоз песка, камней, ракушек с пляжей И все это карается какими-то дикими штрафами Которые начинаются от 500 евро и выше Я читала, даже были такие случаи Когда 3000 евро приходилось отдавать Причем в аэропорту очень строго за этим всем смотрят И буквально недавно поймали парочку Которая хотела вывезти красивые камни К сожалению, в этом году я вам не смогу показать тот пляж Там прям такие камушки Они как рис, так и называют рисовый пляж И ребята просто хотели вывезти Но им не позволили и выписали штраф Поэтому будьте предельно внимательны Запомните, что в Сардинии мы ничего не вывозим Еще одно такое признание В прошлом году, когда я написала о том, что в инстаграме О том, что мне на Сардинии не понравилось И я написала, почему мне не понравилось И что мне, в общем-то, не приглянулось здесь Несмотря на то, что здесь очень красивая природа Безумно красивые пляжи Море кристально чистое Я не знаю, я еще нигде не видела такого моря Вот, но просто, ребята, знаете, бывает такое Вот смотрите на платье, оно идеально Оно красивое, сшито Оно на вас Это ваш размер, все Но вот душа не лежит Вот то же самое у меня с Сардинии И, конечно, это ввергает в шок многих Но, честно, в прошлом году все было прям как-то очень печально Во время нашего путешествия Вот, в этом году все замечательно, все отлично Даже несмотря на то, что у нас был определенный четкий план Потом этот план пришлось быстро изменять Как-то отменять какие-то вещи Из-за погодных условий Потому что, видите, тоже Мне кажется, если бы здесь было солнце Мы бы с вами увидели совершенно другие краски Совершенно другие пейзажи Но, в общем, вот такая ситуация Вот, но все равно Вот это второй раз Второй раз я хотела удостовериться Все-таки понравится мне или нет Вот, честно Все красиво, все хорошо Но душа не лежит Вот не лежит Вот не знаю, скажите мне Как можно, вот Как такое может быть, не знаю Расскажите Может быть, у вас с какими-то другими местами такое же было Вот И успокойте меня немного Потому что я действительно чувствую себя каким-то ненормальным человеком Которому якобы не нравится на Сардинии Так что оставьте ваши комментарии Если у вас такое же было с какими-то другими направлениями Все-таки мы доехали на эту угольную фабрику Шахту Чтобы посетить ее И самое интересное, что она была основана Муссолини То есть по его распоряжению Здесь построили дома для рабочих И создали новый город Который называется Карбони До сих пор Сейчас я вам покажу немножко И скоро у нас начнется экскурсия Белет стоит 8 евро И включает в себя спуск в шахту вместе с гидом Какая моя шляпа И идем в шахту Субтитры делал DimaTorzok Я думаю, что это действительно настойшее место, которое нужно посетить Здесь будет интересно, мне кажется, всем и взрослым, и детям Единственное, помните, что если у вас клаустрофобия, то это явно место не для вас Потому что вам нужно будет спуститься в шахту, где будет не очень хорошее освещение И плюс очень узкие проходы А так, это прям суперэкспириенс, как это сказать Очень классный опыт, очень интересный И, конечно, я всегда знала, что работа добытчиков, она очень тяжелая Но сейчас я, так скажем, отчасти прочувствовала это на себе По крайней мере даже то, что ты находишься внутри И очень-очень жарко, душно И я просто не знаю, как люди там работали Поэтому обязательно посетите Я название этой... Раз, два, три Этой шахты оставлю Вот, поэтому обязательно посетите Если будете здесь, это буквально, наверное, час езды от Калери Наши каникулы на Сардине подходят к концу Каникулы, два дня Мы сейчас учим в Калери Думаю, что у нас будет всего полгода часа На то, чтобы просто посмотреть на этот город Может быть, заглянем на главную площадь Вот, и потом нам надо будет уже ехать в аэропорт Сдавать машину Ну и проходить контроль И лететь обратно в перрон Вот так Продолжим тему про парковки на Сардини Сейчас мы приехали в Калери Здесь, когда вы оплачиваете парковки Парковку нужно еще указать номер машины Поэтому запаситесь этим Когда идете оплачивать парковку Речь о вот такой парковке То есть она на улице Прямо рядом с центром И вот в паркомате нужно указывать номер машины Например, в Вероне такого нет Готовьте ноги к прогулке по Калери Потому что здесь вверх, там вниз Вверх и вниз Отличная зарядка после того, что мы поели за эти два дня Вверх и вниз Вверх и вниз В общем, в Калерии очень жарко Очень влажно И мы не выдержали Пошли в замороженную Смотрите, какая желатерия Очень стильная В английском стиле А Филипп взял граниту Буано Это необычное мороженое Это шмир Он чуть-чуть отдает пихтой Не знаю Ну, в общем, попробуйте Обязательно Очень вкусно Желатерия называется вот так Ну, вот и все Думаю, что на этом Наши три дня на Сардинии Закончились Надеюсь, что вам понравился этот влог Оставляйте ваши лайки Комментарии Ну, а и подписывайтесь на колокольчик Потому что впереди будут еще и еще видео И даже оставляйте в комментариях О чем бы вы хотели Чтобы я рассказала Может быть, это будут не влоги А просто рассказ о чем-то Что касается путешествий В Италии Жизни в Италии И так далее Мне это будет очень полезно И приятно Если вы мне чуть-чуть поможете Все, обнимаю вас